А вот и каменец Подольска, смотрите, в таком уменьшенном размере, ну только гляньте, посмотрите, какой он большой. Это, наверное, самый большой, самая большая миниатюра, пока какую я видел только что. Не, ну очень красиво сделано. А вот Белород Дистровский, смотрите, тоже красиво сделано, прузик, там еще какой-то. Какая-то тоже миниатюра, только уже пойдем, потом почитаем, сейчас давайте, если уже на эту сторону пришли, давайте тогда здесь. Что это у нас, это замок Попова, а ну смотрите, ну такой он маленький прям такой. Ну классно сделано тут, прям все очень красиво, все, о, тоже большая, смотрите, не знаю, подходил я или нет, вряд ли я подходил, но сейчас. Ужгородский замок это, да? Да, Ужгородский замок, друзья, смотрите, гляньте, как красиво сделано. Ручную люди делали, класс, супер вообще. Ну за вот эту перегородку нельзя заходить, штраф будет 1000 гривен. А вид. Аудиогид номер 20. Распай про вокзалы, но ничего вроде даже не написано. Ну сейчас подойдем, гляньте, ой вокзал здоровый. Ну давайте пойдем посмотрим, что это тут. Так, станция Татарев, а ну, сейчас военных дней, так, я вот так вот буду постоянно останавливать, чтобы вы успевали читать. Смотрите, это, ох, вот такой вокзал, смотрите, даже вельсы есть, не знаю рабочие или нет, ездят по ним такие маленькие поезда, как или нет, ну, давайте посмотрим дальше, что там. Это Тулстан, оборвали табличку, вот на английском. Смотрите, какая большая миниатюра, очень красивая. Смотрите. Глянь, просто глянь. Супер, это просто, это просто очень красиво, я не знаю. Супер. Нас отвели на рынок таких, как, как сказать, сувенирчиков. Ну тут такой рынок, больше ничего нету. Сейчас, может, что-нибудь куплю, а может, не куплю. Сейчас, может, если что-то присмотрюсь, то обязательно что-то куплю. Красиво, я думаю, с моей стороны еще и видно на маку. А ну, давай. Красиво, да? Черниевский вокзал, вот такой большой. Да, тут все-таки были какие-то поезда, они катались, а даже вот этот, скажите, педнопровый потягу. Тоже нельзя касаться, потому что будет, будет штраф. Тоже ничего не видно, оборвали. Непонятно, что это, ну. Это, наверное, пассажирский залезничный запринный пункт. Ну, какой-то, какой-то тоже вокзал в Львове. Ну, я не знаю, какой это вокзал. А ну, напишите в комментарии, кто знает, что это за вокзал. Хуст. Тоже замок. Я его не показывал, но вот смотрите, какой замок. Тоже большой. Наверное, как наравне с Каменцем Подольском сделана миниатюра в таком же большом масштабе. Вот так со снять сверху. Видно, что там обустроено красиво все. Ну, это хорошо, когда люди таким занимаются. Классный музей. Очень нравится. Очень классный музей. Так, друзья, сейчас мы идем в Сильпо. Мы были на ярмарке полчаса. Сейчас мы идем в Сильпо. Я хочу купить себе тройник в комнату, потому что... Ну, хочу розетку, чтобы у кровати было прям рядом. Чтобы было три такие розетки. Чтобы я мог и лампу красивую включить. Как раз сегодня сниму обзор обязательно. Папа меня очень просит, а я все досяз, досяз. И никак не могу снять. В общем-то, куплю тройник. Если найду, зайду в магазин поклеить себе стекло на телефон. Чехол хочу поменять себе красивый. Ну, в принципе, все. Думаю, если Льпо может что-то зайти купить по мелочи. И все. Пойдемте. Я уже пришел домой. Уже вечер. Я купил себе вот такую переноску. Поставлю ее вот здесь вот в кровати. И буду включать тут свои препомбасы. Лампы, зарядки. Потому что мне неудобно. У них как три розетки, а у меня всего одно. Мне желательно нужно... Я хотел тройник вообще купить, а... Была только вот такая в наличии. Сейчас поставлю. Купил себе еще чипсы. Чипсики купил. Купил себе два чупика. Да и все, в принципе. Больше ничего. Пока что... Сейчас развожусь. Быстренько надо поубираться. Сейчас проверять комнаты. Еще я купил стекло себе защитное. Я снял свое старое. Оно побилось. Купил себе защитное стекло. 450 гривен. Оно мне вышло. Дорогое. Я думаю. Ну... Выслужи мне верой и правдой. Забрали мы... Сейчас покажу, какие... Вот такие пироженка. Вот такие. Со столой нам разрешают. Если кто-то не доел. Или просто целую можно забрать, допустим. Забираем также Кока-Коу. Там разрешают. Там каждый... На каждый ужин дают Кока-Коу. И каждый ужин мы ее забираем. Ну а что? Зачем два раза магазин делать? Когда все бесплатно. Все. Сейчас буду разваживаться. Буду еще записывать видео. Сейчас хочу вам показать комнату. Так. Вот такая у нас комната. Я тут не поубирался. Потому что буду сейчас только разваживаться. Вот эта комната моих соседей. Вот это наш столик такой. Мои вещи тут. Вот это там моя косметичка лежит. Там паста зубная лежит. Там ватные... А нет, ватные палочки. Вот тут лежат. Тут дезодорант. В общем, все по феншую. Дальше. Что я хотел показать. Так. Туалет пока не покажу. Но там есть душ. Там есть туалет. То есть, все есть шкафчики. То есть, вот эти два мои зеленые шкафчика. У меня как два яруса кровать получается. Если я с тремя соседями, то мне досталось две кровати и два шкафчика. Если было бы четыре, то каждому по одному, естественно. Вот так вот. Комната небольшая. Есть даже вот тут такая этот... Скажи, я скажу... Камин. Батарея. Греет. Хорошо. Прям жарко. У нас постоянно мы то окно откроем, то дверь откроем. В общем, вот так вот. Комната небольшая. Просто некая. И удобная. Вот так вот. Сейчас, может, еще чуть позже поснимаю. Потому что не знаю уже, что снимать. Может, завтра будут какие-то экскурсии. Может, будет много экскурсий. Не знаю. В общем, как получится. Пока что? Пока что ничего. Все, ребята. Буду ложиться спать. Уже поздно. Сейчас будет двенадцатый час уже ночь. Пора ложиться уже, мне кажется. Тем более, если тревога будет, надо будет выспаться. Перед тем, как идти в бомбоубежище. Всем спокойной ночи. Всем пока. До новых встреч.